Животные и даже хищники иногда бывают очень добрыми и доблестными. Это пять трогательных и героических поступков животных. Инцидент произошёл в индийском штате Пинджаб. Два щенка провалились в колодец. Их четвероногая мама бегала возле колодца и беспрерывно лаяла, чем и привлекла внимание хозяина, который, заглянув внутрь, был сильно удивлён. На дне находилась королевская кобра, которая не представляла угрозы для малышей. Более того, рептилия как бы присматривалась за щенятами, не позволяя перейти на другую сторону, где они могли утонуть, когда колодец наполнялся водой. В общем и целом, животные провели на дне колодца 48 часов. Когда наконец-то прибыла помощь из лесного департамента, кобра отползла в другой конец колодца. Малыши не пострадали, и сейчас чувствуют себя хорошо. Рептилию уже отвезли в лес и выпустили на волю. Балта. В 1925 году в маленьком городке Ном на Аляске приключилась беда. Неожиданно разбушевалась эпидемия дифтерии. Не было возможности доставить вакцину, так как Ном утопал в снегах вдали от цивилизации. Дети гибли от быстро распространяющегося недуга. И тогда единственный терапевт в городе решил пойти на отчаянные меры. Он снарядил экспедиционную эстафету, которая состояла из 150 собак и 20 погонщиков. Заключительный этап доставки вакцины поручили норвежцу Гунару Каассену и его упряжке из эскимосских лайк. Вожаком упряжке стала молодая, но сильная и выносливая черная эскимосская лайка Балта. После успешного завершения миссии, Балта стал настоящей знаменитостью, и в его честь в Нью-Йорке установили бронзовый памятник. Кабанг Собачка по имени Кабанг в декабре 2011 года бросилась под колеса мотоцикла, который буквально летел на дочку хозяйки пса. Девочка не пострадала, а Кабанг получил страшнейшие травмы. Однако, к счастью, ему удалось выжить. Лечение преданного друга проходило в одной из ветеринарных клиник Калифорнии в течение целых семи месяцев. А по возвращении на родину Кабанга, на Филиппины, пса встречали как настоящего героя. Сова Гэндальф и гусенок. Этой сове много лет не удавалось завести потомство, и она совсем загрустила. Однажды один из сотрудников Центра по разведению птиц подложил ей гусиное яйцо. В такой ситуации большинство птиц проигнорировали бы или разбили чужое яйцо. Но тут вышло иначе. Яйцо было принято как родное, а с вылупившимся позже малышом сложились самые теплые родственные отношения. Кот Василий Бугров, который помог пережить блокаду Ленинграда. Каждый день Васька уходил на охоту и притаскивал мышек или даже большую жирную крысу. Мышек бабушка потрошила и варила из них поклёбку, а из крыски получался неплохой гуляш. При этом кот сидел всегда рядом и ждал еду, а ночью все трое лежали под одним одеялом, и он согревал их своим теплом. Бомбёжку он чувствовал намного раньше, чем объявляли воздушную тревогу. Начинал крутиться и жалобно мяукать. Бабушка успевала собрать вещи, воду, маму, кота и выбежать из дома. Когда бежали в убежище, его как члена семьи тащили с собой и смотрели, как бы его не унесли и не съели. А на сегодня всё. Спасибо, что смотрели. Не забывайте поставить лайк, подписаться и рассказать друзьям о канале.